Добрый вечер коллегам. Предыдущая наша встреча была недавно, в апреле, но прошло уже полгода, и за этот период вышло немало новых интересных исследований, с которыми мне хотелось бы вас познакомить. Я тут посмотрел историю, мы начали встречаться с вами в 2008 году, тогда была кардиологическая школа, ну вот и с этого времени ежегодно, а в последнее время и два раза в год мы встречаемся и обсуждаем актуальные проблемы для практиков, помогающие вести более эффективно наших пациентов. В этом году крупнейшее медицинское издательство наше ГАЭТАР Медиа опубликовало четвертое издание прогнозирования шкалы в медицине, они вот сегодня должны привезти в Иркутск уже авторские экземпляры, и там я постарался описать последние достижения в этой важной для практиков области. Вначале традиционно конфликте интересов, это серьезная проблема, решения она не имеет на сегодняшний день. Конфликт интереса, связанный с влиянием фармацевтических компаний, производителей оборудования медицинского, может существенно повлиять на объективность излагаемой информации, здесь представлены данные по очень популярным в мире системам поддержки врачебных решений, это up-to-day динамед, они широко используются врачами в качестве подспорья для принятия решений, там обновляется информация по самым важным разделам медицины. Ну и вот посмотрите, хотя заявлялось основоположниками этих систем, что они будут объективными, тем не менее большинство участников не раскрывало конфликт интереса. Когда их проверили в открытой базе данных OpenPayments, где публикуются заработки, выяснилось, что большая часть там имеет записи, то есть она получает финансирование и вот в этой работе вы видите, что финансирование авторы получают очень приличное порой, здесь вы видите миллионы долларов, и конечно в этой связи также следует с определенной осторожностью относиться к информации в этих системах поддержки принятия решений. Ну и вначале о сердечной недостаточности, это обычно следствие неэффективного лечения, прогрессирования заболевания. К сожалению, мы не всегда можем остановить патологический процесс и на определенном этапе при хронических заболеваниях сердца и острых заболеваниях приходится встречаться с этим тяжелым и очень опасным синдромом, и мы поговорим о последних исследованиях в этой области. Очень важно опираться на последние эпидемиологические исследования, почему? Потому что меняется возрастная структура, меняется тактика лечения заболеваний, и здесь вы видите причины смертности пациентов с сердечной недостаточностью в зависимости от фракции выброса, в которых изучались пациенты с использующие адапоглифлозин. И здесь вы видите, что почти на всем спектре фракции выброса чаще пациенты умирают внезапно и в меньшей степени от терминальной сердечной недостаточности. Вот это очень частая тема исследования, она получила название парадокс ожирения, когда у пациентов с ожирением выявляется сниженная смертность у пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, хотя госпитализации чаще, чем больше индекс массы тела. А если мы встречаемся с сердечной декомпенсацией, острой сердечной недостаточностью, то прогноз очень неблагоприятный, особенно у пациентов старших возрастных групп, и только один из пяти таких пациентов доживает до десятилетнего возраста. Это вот по данным исследования в Австралии и Новой Зеландии. Ну вот этот алгоритм вы видели в той или иной варианте современной, да, как диагностировать сердечную недостаточную хроническую. Для подтверждения симптомов рекомендуется использовать мозговые натриуретические пептиды, потому что фракция выброса может быть разной, и сниженная, и нормальная даже фракция выброса. Но я бы хотел здесь показать, что можно и использовать сразу их кардиографию трансторакальную, и можно ставить диагнозы во многих случаях и без антипроби НП, безусловно. Если встречаемся с нормальными мозговыми натриуретическими пептидами, отсутствием их кардиографических нарушений, то это маловероятное сердечное недостаточность, нужно искать какие-то другие причины, легочные, аномии и так далее. Если заболевание нам позволяет, и мы проводим адекватное лечение, то можно зарегистрировать улучшение фракции выброса, и если оно достаточно заметное, ну, в данном исследовании 10% и больше, то снижается риск смерти, госпитализации сердечной недостаточности. Поэтому для пациентов с сердечной недостаточностью хронической очень важно проводить с определенным интервалом мониторинг фракции выброса левого желудочка. И вот эта форма с улучшенной фракцией выброса, ну, вот критерии здесь представлены, то есть если исходно было меньше 40%, а прирост 10% и более, и удалось достигнуть 40% и более фракции выброса. А вот это очень благоприятная в прогностическом плане форма сердечной недостаточности. А вот как быть с повышением натриуретического пептида без дисфункции сердца? Каков прогноз этого заболевания, лечить или не лечить? Ну, вот наблюдательные исследования показали, что если использовать у этих пациентов традиционные препараты, которые мы используем при их хронической сердечной недостаточности, прогноз не улучшался. А если у нас есть сердечная недостаточность, то есть одышка при нагрузке, фракция выброса сохранена и нормальный показатель антипроби НП. Каков прогноз у этих пациентов? То есть прогноз у них хуже по сравнению с теми, у кого нет сердечной недостаточности. И поскольку у нас одним из важнейших методов диагностики сердечной недостаточности дисфункции левого желудочка является их кардиография, я бы хотел показать вам два случая, где представлены сложности практической диагностики реальной. Первый из них – это братская пациентка. Это было у нас в 2017 году. Тогда вот Оксана Леонидовна пригласила обсудить этот сложный случай. Она находилась на лечении в терапевтическом отделении городской больнице номер 5. Такая плотная женщина, 49 лет, и у ней появилась одышка при обычной нагрузке, и она неоднократно госпитализировалась, причем с небольшим интервалом, там, в несколько месяцев. Здесь вы видите фрагмент выписки. Вели ее терапевты с хронической обструктивной болезнью легких, потому что она много лет курила, но при клиническом опросе выяснилось, что все-таки здесь не совсем легочная проблема. Выраженность обструкции была очень-очень скромной, и клинически одышка не совсем укладывалась в картину респираторной природы. Ну, в частности, она четко реагировала на ортопное, то есть ей сидя было заметно легче, чем лежа. Ну, вот, посмотрите, эхокардиографию в стационаре сделанную. Конечно, диастолический размер 47, к левое предсердие у нас 40 мм, и фракция выброса, левая желудочка 73%, но это по теугольцу. В полости перикарда у нас 190 мл жидкости. Чтобы верифицировать предположение о сердечной природе одышки, было предложено сделать тест на антипроби НП. здесь вы видите, что уровень выше 14 тысяч очевидно свидетельствует о сердечной природе одышки, и оставался вопрос неуточненный о природе заболевания и насколько быстро будут развиваться события дальше. В динамике предложено сделать было эхокардиографию. И вот здесь вы видите результаты почти через месяц данные. Сделаны они уже в поликлинике. И обратите внимание на значительно измененную толщину межжелудочкой перегородки 18 мм и толщину задней стенки левого желудочка 17 мм. Таким образом, у нас за месяц значительно увеличилась толщина миокарда левого желудочка, что очевидно маловероятно. Скорее всего, была ошибка в измерении. И с учетом новых данных становится более понятным природа сердечной недостаточности. Это либо гипертрофическая кардиомиопатия, либо какое-то интеллектративное заболевание миокарда. Пациентка была госпитализирована в оплосную больницу и там, к сожалению, умерла на вскрытии амилоидоз сердца. Это еще один случай из моей практики. Я его наблюдаю с 2021 года. Обратился пациент в апреле 2021 года с одышкой при обычной ходьбе, кашель ночью. Ну вот здесь вы видите электрокардиограмму с нарушениями внутрижелудочкового проведения некоторыми, реполяризации. При эхо-кардиографии диастолический размер левого желудочка 57 мм, левое предсердие 42 мм и фракция выброса по таегольцу 37%. Было рекомендовано пройти все-таки стационарное лечение в данной ситуации. И вот здесь вы видите уже выписку из истории болезни. Фракция выброса по таегольцу 27%. Размеры близки. Конечный диастолический размер 63 мм, фракция выброса 27%. Ну вот здесь антипроби НП тест сделан не был. Не всегда он необходим, поскольку картина была сердечной достаточно очевидной. И здесь вы видите в динамике, в дальнейшем он наблюдался под нашим контролем. И оранжевая линия это фракция выброса левого желудочка. Видите, она постепенно возрастала, возрастала вплоть до величины 60%. Уменьшался размер левого предсердия и немного уменьшался размер диастолический левого желудочка. Это вот наши рекомендации были даны, как скоррегировать терапию после выписки из стационара. Я бы хотел показать вам несколько эхокардиограмм, которые вызывали определенные роды сложности в интерпретации текущего состояния пациента. В одном и том же учреждении была сделана эхокардиография одним и тем же специалистом с интервалом в 3 месяца. Именно с таким интервалом мы наблюдали пациента, потому что не очень было понятно, это процесс давний, длительный, прогрессирующий, или это возможно эхокардит с быстрым улучшением размеров и функций сердца. И вот мы обратили внимание, что два теста были идентичны практически по всем показателям. Видите, левое предсердие, желудочки, фракция выброса и даже частота сердцекращений один в один не отличается ничем. Такое возможно? Маловероятно. Поэтому мы усомнились в данном случае в точности измерения и порекомендовали сделать тест в другом лечебном учреждении, где работает опытный специалист по эхолокации сердца. И вот здесь вы видите, следующее измерение было сделано уже в другом центре. И к нашему удивлению, заметно была снижена фракция выброса по Симпсону, видите, 27-31%, при этом клинические изменения не было у нас. Но смущало, что, во-первых, не были даны размеры и объемы по Симпсону, во-вторых, величина варьировала, то есть вместо одного значения нам был дан диапазон разброса. И обратите внимание на заключение, да, патология не выявлена, фракция по Симпсону снижена, что вызвало в определенные затруднения в трактовке ситуации. Поэтому мы предложили сделать еще один тест, что вызвало некоторое неудовольствие пациента и его супруги. Но нам нужно было все-таки более ясно иметь представление об эхолокации сердца. Ну, вот здесь, видите, в центре компьютерной томографии сделали мы тест. И здесь опять несколько удивились, потому что фракция выброса по Симпсону была 102%. Ну, вот заключение снижения глобальной сократимости левого желудочка. Такие цифры, честно, я не видел, поэтому… Ну, вот здесь, правда, все объемы были даны, поэтому можно было и самим просчитать. И когда мы разделили ударный объем на конечный диастолический объем, вот у нас получилось 57% очень близко к цифре расчета по таигольцу. Ну, то есть очевидно, что в данном случае произошла техническая ошибка. Тут коллега подсказал, что, скорее всего, сложили две величины, а не разделили, что вызывает определенное удивление. Ну, и поскольку у нас весьма-весьма разнообразные были оценки по их локации сердца, мы попросили оценить состояние мозгового натриуретического пептида. Ну, вот здесь вы видите, с интервалом в год антипроби-НП был около 70, сейчас он вот последний был 47. Ну, и поскольку ситуация была также не очень понятна, взяли еще высокочувственный тропонин, отражающий повреждения миокарда. Ну, там, видите, цифры очень низкие, 3 нг на литр. Поэтому что можно сказать? Что нужно внимательно смотреть, да, данные холокации сердца, особенно когда вы отслеживаете их динамики, и в случае противоречивых оценок приходится интегрировать данные, включая сюда и показатели мозгового натриуретического, птиклинические, другие показатели, чтобы не ошибиться и не изменять необоснованное лечение в том или ином случае. Ну, вот здесь известный вам алгоритм диуретической терапии в первые сутки европейские. То есть при острой сердечной недостаточности с застоем, все зависит от того, принимал он диуретики парорально или нет. Если он не принимал, то проще дать внутривенно фуросимиду от 40 мг и быстро разгрузить пациента. Если он принимал петлевые диуретики парорально, то можно дозу дать ту же или двухкратную внутривенно. И в течение 6 часов наблюдаем. Если диурез превышает 100 мл в час, ну, то есть больше 600 мл он выделяет, то в принципе считается, что это достаточно хороший ответ и можно и через 12 часов повторить дозу внутривенно. А если эффект диуретически слабый, то удваиваем дозу фуросимида и так продолжаем через каждые 6 часов или иногда даже раньше. Для усиления эффекта можно использовать диуретики с другим механизмом действия, ингибитор натрия-глюкозного транспортера 2 и нередко рекомендуют ацетозоламид. Ну, здесь вы видите ответ на вопрос, эффективны ли ингибиторы натрия-глюкозного транспортера 2 при острой сердечной достаточности. В исследовании с МПО глифлозином терапия дала заметный эффект, независимо от тяжести симптомов. И причем эффект был достаточно быстрый, уже ко второй неделе врачи увидели хорошую реакцию. В своей практике мы также видели быстрый эффект этих препаратов в стационаре. Куда развивается научно-исследовательская мысль в плане лечения диуретиками? Вы знаете, что проральное введение в амбулаторных условиях иногда затруднительно ввиду нарушения всасывания, когда мы имеем дело с выраженной сердечной недостаточностью. И поэтому было предложено подкожно вводить форосемид с помощью специального устройства. Но в этом исследовании сравнивали лечение пациентов, у которых было ухудшение сердечной недостаточности, но не такой выраженной, чтобы госпитализировать его. Одни пациенты лечились традиционно, а вторым давали подкожно введение форосемида. И оказалось, что второй вариант был намного эффективнее, значительно больше снизилась масса тела, почти 3 кг против одного, улучшилась одышка, он больше стал заметно ходить. И очень важно, что меньше были разные сердечно-сосудистые события, включая госпитализацию и сердечную недостаточность. Ну вот здесь представлен алгоритм лечения хронической сердечной недостаточности. Здесь вы видите, что ряд препаратов работает и при сердечной недостаточности сниженной фракцией выброса, и с пониженной и сохраненной фракцией выброса. И в первую очередь к ним относятся, конечно, ингибиторы натрия-глюкозного транспортера, диуретики куда без них, как иначе с отеками бороться. Ну и могут быть полезны и блокады рецепторов ангиотензина-2, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, антагонисты минерала кортикоидных рецепторов. Мы хорошо знаем, что физическая нагрузка обладает хорошим профилактическим эффектом в отношении широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и в данном случае тоже эта связь была продемонстрирована, причем чем быстрее была ходьба у женщин в данном случае, тем реже возникала сердечная недостаточность. Вот эта проблема, она, к сожалению, остается весьма-весьма актуальной. Это отсутствие тетрования препаратов на амбулаторном этапе, потому что в короткий период стационарного лечения невозможно добиться адекватных доз, потому что быстрое повышение дозы может привести к гипотензии, другим неблагоприятным событиям. И, конечно, лучше повышать дозы плавно на амбулаторном этапе, что делается далеко не всегда, и целевые дозы редко-редко достигаются, если мы смотрим на нашу клиническую практику. При этом недостижение терапевтических целевых доз, соответственно, сказывается на выживаемости пациентов, на учащении, госпитализации сердечной недостаточности других рисков. А что лучше, комбинировать препараты в умеренных дозах или использовать один препарат в максимальных дозах? Здесь по опыту лечения гипертонии вы также знаете, что комбинация препаратов более эффективна, чем повышение дозы одного препарата. Это касается и побочных эффектов, это касается и эффективности тоже. И вот тоже интересный вопрос, как бы важна ли последовательность выбора препаратов. То есть мы обычно же начинаем с одного-двух, потом присоединяем следующий, следующий и следующий. Но есть ли у нас обычные медленно прогрессирующие течения сердечной недостаточности? Оказывается, есть. Но вот в данном исследовании у пациентов с низкой фракцией выброса, переход от ингибиторов натриоглюкозного транспортера к антагонистам минералокаротекуидных рецепторов, бета-блокаторов к сокобитрилу вальсартану значительно снизил смертность и сердечно-сосудистые события. Я бы сказал еще, что выбор последовательности может определяться и другими факторами, например, коморбидностью и так далее. Но следует учитывать, что последовательность тоже может повлиять существенно на исходы заболевания. Ну, мы хорошо знаем, это уже было демонстрировано и раньше, да, что эмпоглифлозин может работать вне зависимости от бета-сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса. Но вот здесь показано, что он также эффективен независимо от диабета при сердечно-недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Также он работает при широком спектре фракции выброса левого желудочка. Хотел бы обратить внимание, да, эмпоглифлозин был эффективен и за счет снижения смертности от прогрессирующей серии есть недостаточности с одной стороны, но и за счет снижения частоты внезапной смерти, что очень важно. Мы с вами видели, да, что доля внезапной смерти, в общем, больше, чем смерть от самой сердечной недостаточности. В плане сердесудистых рисков, да, уже как бы исследования показывают, что наряду с ингибиторами натрия-глюкозного транспортера привлекательно смотрятся агонисты рецепторов глюконоподобного глюконопептида-1, но это обычно подкожные препараты. И возникает вопрос, а если их скомбинировать, эффект же должен быть, что заметно выше? Да, действительно, сердесудистые риски можно снизить, хотя на риск госпитализации сердечной недостаточности это не влияет. Другое дело, насколько оправдана эта комбинация в плане соотношения стоимость-эффективность, потому что это лечение будет весьма-весьма дорогим, и большинство пациентов вряд ли смогут длительное время принимать такие препараты. Мы знаем, что у пациентов с низкой фракцией выброса сакобитрилорасартан в целом выиграл у ингибиторов ангетензин-превращающих ферментов, аналаприла, но мы не всегда можем дотетровать до целевой дозы 200 мг два раза, ввиду, в первую очередь, гипотензии, но работает ли он на меньших дозах, но в данном исследовании показано, что и при меньших дозах эффект есть, и даже он очень близок к эффекту максимальной дозы, хотя, несомненно, нужно стремиться и добиваться адекватных доз. Влияние возраста. В данной подгруппе у пациентов старших возрастных групп было показано, что вот то преимущество сакобитрилорасартана перед ингибиторами ангетензин-превращающих ферменты и блокадами рецепторов ангетензина-2, оно сохранялось и в старших возрастных группах. Конечно, этот препарат весьма привлекательный, но с одной стороны стоимость, с другой стороны, здесь вы видите низкое давление, это проблемы, которые препятствуют широкому использованию этого препарата. Ну и вот мы говорим о цитозоламиде при острой сердечной недостаточности, хотя рекомендации для улучшения диуреза давались и раньше, и мы хорошо знали, но вот исследования было недостаточно. И вот, наконец, было опубликовано крупное рандомизированное исследование, и было показано, что если вводить ацитозоламид внутривенно в дозе 500 мг при острой сердечной недостаточности, это заметно улучшает лечение отеков. Можно ли переносить эти данные на пароральный прием? Неизвестно, потому что всасываемость при сердечной декомпенсации ниже заметно, и если есть эффект, то дозы должны быть, безусловно, значительно больше, чем мы обычно даем. Ну вот здесь вы видите старые работы, которые показывают, что добавление ацитозоламида заметно увеличивает натриуретический ответ на петлевые диуретики по сравнению с увеличением дозы петлевых диуретиков. И еще одна проблема, которая до недавнего времени была не ясна, часто сердечная левая желудочка недостаточно сопровождается легочной гипертензией, так называемая вторичная легочная гипертензия. Это самая частая форма легочной гипертензии. И возникал вопрос, а если мы будем лечить легочную гипертензию, улучшим ли мы исходы? И вот попробовали вазодилетата риоцегуат, который используется при первичной легочной гипертензии. Нет, эффекта не было. Также попробовали селденофил. Также эффекта не было у пациентов с низкой фракцией выброса левого желудочка. И несколько слов по коморбидности. Широко используются антисекреторные препараты, ингибиторы протонной помпы обычно, прикрывая либо антиагреганты, либо язвенные проблемы в анамнезе. И таких пациентов огромное количество, которые постоянно принимают ингибиторы протонной помпы. Хотя эти препараты небезопасны. То есть было показано, что они ухудшают прогрессирование почной дисфункции, в частности, могут негативно повлиять на риск аритмии. Также повышается риск пневмонии за счет снижения барьера кислотного. И вот здесь продемонстрировано в наблюдательном, правда, исследовании, что вышесмертность у них по сравнению с блокаторами гистаминовых рецепторов второго типа. И также обсуждается вопрос, что ингибиторы гистаминовых рецепторов второго типа, обладающие небольшим отрицателем инотропным и хронотропным эффектом, как бета-блокаторы, могут и сами позитивно повлиять на течение сердечной недостаточности. А поэтому, если там ситуация не сильно нас вынуждает, то есть нет кровотечения, перфорации, часто рецидирующей язвы, можно подумать о том, что есть у нас еще и такие препараты, более мягкие, может быть, несколько менее эффективные, но зато более безопасные в данном случае. Речь идет о смертности пациента. Многие вопросы, которые мы с вами обсуждаем, они касаются индивидуального лечения. То есть мы хорошо знаем, что индивидуальное лечение, оно несомненно эффективнее, чем стандартное. Ну, то есть всем пациентам примерно одно и то же на основе предложенных рекомендаций. Вместе с тем это лечение, как известно, требует времени, недостаточной квалификации, что не всегда есть у врачей в практической реальной жизни. В этом году у меня вышла книга «Лечение болезни в условиях коморбидности». Она, в общем, популярна, поскольку выдержала уже 12 изданий. Выпускать издательство не будет, если ее не будут покупать соответственно. Поэтому она помогает не только автору, но и другим коллегам. Но всегда оставался вопрос, мнение Афтбы, насколько разумно, оправдано, корректно. А как это проверить? Это же классификация и вот эта градация, она же не входит в рекомендации. Правда же? Правда. Ну, одним из методов проверки целесообразности, необходимости, важности того или иного предложения, в частности, публикация в известном, высоко цитируемом международном журнале. Эта задача непростая. В этом году, в связи с тем, что мы представляли эту классификацию в области психосоматики, вот был 19-й конгресс азиатской коллегии психосоматической медицины, который мы проводили в Иркутске, и там участвовало много специалистов из Японии, из Китая, из Таиланда, из Индии и так далее. И там как раз вот была представлена эта классификация. И поскольку мы готовили на английском языке и проводили этот симпозиум на английском языке, то эти материалы были реализованы в статью, и статья была опубликована в Journal of Pharmaceutical Policy and Practice. Выпускает его очень авторитетное издание Springer. И этот журнал входит в десятку по цитируемости в области фармакологии. И несмотря на, в общем, непростую сейчас ситуацию с научными публикациями за рубежом, несмотря на то, что этот журнал издается в Британии, тем не менее, статья была сразу принята и очень быстро, в течение двух недель была опубликована в этом журнале. Самое интересное, она была опубликована бесплатно, несмотря на то, что обязательным требованием публикации является оплата статьи. В данном случае это 2200 евро или где-то 2900 долларов. Но возможности оплатить эту статью не было. Я переживал, что ее не возьмут и не примут. Но главный редактор оценил ее и, в общем, порекомендовал к выпуску бесплатно. И теперь переходим к основной проблеме в кардиологической практике – это коронарная болезнь. Понятно почему, да? То есть это основная причина смерти, само собой, да, что этим занимаются кардиологи при наличии выраженных заболеваний. И на ранних стадиях профилактику осуществляет терапевт. Ковид принес много проблем для лечения пациентов. И одной из них является то, что после ковида часто регистрируются сердечные симптомы при отсутствии каких-то заболеваний сердца значимых. Речь идет о боли в грудной клетке, о сердцебиении, о приодышке, при нагрузке, утомляемости и так далее. Здесь вы видите статистику, да, пациентов в общем среднего возраста, около 46 лет было, с легким, нетяжелым заболеванием. И посмотрите, с какой высокой частотой встречаются наши кардиальные симптомы, что, естественно, весьма затрудняет диагностику заболеваний наших сердечно-сосудистых. Конечно, мы все понимаем, что стресс-тест СКГ, он заметно уступает визуальным тестам, и тем не менее он остается самым доступным и дешевым тестом. И бывает так, что мы выявили депрессию сегмента СТ на электрокардиограмме, и она не подтвердилась при визуальном тесте. В Братске уже внедрена стресс-эхокардиография, она же у нас используется и в Иркутске. Также в Иркутске есть возможность провести однофонтонную эмиссионную компьютерную томографию, или, как ее называют, многосцинтиграфию с нагрузкой. То есть мы можем сопоставить обычный стресс-тест с СКГ и визуальный стресс-тест. И бывают случаи, когда визуальный стресс-тест не подтверждает ишемическую депрессию. Тогда обычно снимается диагноз коронарной проблемы, но возникает вопрос, а вот эти пациенты, они имеют благоприятный прогноз? Нет. То есть у них в целом повышенный риск сердечно-сосудистых событий, поэтому к ним нужно относиться более внимательно. У меня наблюдается несколько таких пациентов с выраженной депрессией сегмента эстены электрокардиограмми, при том, что и коронарная ангиография, и визуальные стресс-тесты не подтверждают наличие коронарной болезни. Тем не менее, мы не выпускаем пациентов из поля своего зрения, потому что риск сердечно-сосудистых событий у них все-таки остается повышенным. И даже когда мы говорим о визуальных стресс-тестах у пациентов с известной коронарной болезнью, например, в данном исследовании брались пациенты с инфарктом миокардио после ревоскулиризации, то вот посмотрите на данные чувствительности, специфичности и положительного прогноза. И у нас проблемы. Ну, то есть эти стресс-тесты у пациентов с установленной уже коронарной болезнью, да, то они, в общем-то, диагностируют коронарную болезнь совсем-совсем не здорово. При том, что у них снижен резерв коронарного кровотока или был выражен остеонос 90% и более. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, что отрицательные визуальные стресс-тесты отнюдь не гарантируют, что там нет выраженной коронарной болезни. И видно, да, что, например, почти треть может пропускаться этих заболеваний. Ну и, кроме того, могут быть и ложноположительные тесты, несомненно. В амбулаторной практике мы широко используем неинвазивную коронарную ангиографию. Нередко возникает вопрос, а прогноз-то вот в отношении неинвазивный-инвазивный, он отличается или нет? То есть лучше ли делать инвазивную коронарную ангиографию или нет? В данном исследовании было показано, что прогноз был примерно одинаковый, что крайне важно в плане ведения пациента. В этом исследовании пятилетним было подтверждено высокая информативность КТН-географии в отношении прогноза ишемических событий, особенно если после отрицательного результата в течение полугода никаких событий не происходило. Необструктивная ишемия миокарда. То есть мы подозреваем и часто уверены в том, что есть там станокардия, которая купируется нитроглицерином, возникает при нагрузке, и тут сомнений у нас больших нету, но при коронарной ангиографии мы в больших сосудах бляшки значимо не выявляем. Возникает вопрос, о какого механизма, да, это не обструктивная ишемия миокарда. Вот в данном канадском исследовании было показано, что при госпитализации в специализированные учреждения, да, у 71% уточнялся диагноз. Чаще всего пациенты выписывались диагнозом микроваскулярная дисфункция. Ну, то есть речь идет о том, что при помощи специальных инвазивных фармакологических тестов подтверждалось наличие микроваскулярной дисфункции. И это позволяло более точно выставить диагноз. У нас такой возможности нет, поэтому, наверное, более корректно и правильно формулировать диагноз в более неспецифической форме. Ну, например, коронарная болезнь не обструктивная, потому что если вы ставите микроваскулярную дисфункцию, это значит, вы доказали, что у нас имеется снижение коронарного кровотока на уровне микроциркуляции малых сосудов. А как вы ее доказали? Никто не делает в нашем регионе, по крайней мере. Мы хорошо знаем, что отложение коронарного кальция в области атеросклеротических бляшек может заметно помочь в диагностике наличия коронарной болезни. А какова частота коронарного кальциноза у молодых? Вот в данной когорте американца в возрасте 30-45 лет без симптомов атеросклеротического заболевания было показано, что у каждого четвертого мужчины и у каждой десятой женщины выявляется коронарный кальциноз по индексу больше 0. И, конечно, такие пациенты требуют большего внимания в плане профилактических мероприятий. А вот диспансеризация. Провели комплексное обследование большой группы пожилых мужчин вот в возрасте 65-74 года в группу вошли почти 3,5 тысячи пациентов. И вот им проводили обследование, включающее оценку коронарного кальция, аневризмы, аорты, ЭКГ для фибрилляции предсердия, лодыжно-плечевой индекс глихемии, лепидограммы. И выяснилось, что вот при наблюдении, ведь почти 6 лет наблюдали, а смертность-то не изменилась. А это же группа высокого риска достаточно. То есть, насколько целесообразны вот наши диспансерные программы. Это при том, что у нас тяжелейший кадровый дефицит в амбулаторном звене, дефицит ресурсов, и мы тратим большое количество времени и ресурсов на мероприятия, которые не улучшают прогноз. Теперь о факторах риска. И мы здесь отмечаем, что у них частота факторов риска не снижается и даже возрастает порой. То есть, речь идет о гликированном гемоглобине, индексы массы тела, физической активности курения. И после начального снижения опять стало возрастать доля неоптимального артериального давления, в частности. Ну, то есть, задача борьбы с факторами риска – это очень-очень непростая задача. И, как видите, даже в таких развитых странах она решается довольно сложно. Физическая активность – важный фактор, который снижает заболеваемость и смертность при разных сердечно-сосудистых заболеваниях. Как выглядит ситуация у пациентов с коронарной болезнью? Если пациенты были неактивные, а после диагноза стали активными, или после диагноза сохраняли исходно свою физическую активность, то смертность у этих пациентов была почти наполовину ниже, чем у тех, которые были неактивными до заболевания и остались такими же неактивными, лежащими у телевизора после заболевания. Вот эту U-образную картинку мы уже видели – парадокс ожирения с минимальной смертностью от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний в диапазоне от 25 до 35 кг на метр квадратный по индексу массы тела. Традиционной диетой при атеросклеротических заболеваниях является средиземноморская диета, и в данном исследовании она также показала свое превосходство перед диетой с низким содержанием жиров при вторичной профилактике. А вот это новые акценты в последних исследованиях. Вопрос идет о длительном приеме антиагрегантов. Как правило, для первичной и вторичной профилактики чаще всего используют дешевый аспирин. А вот есть ли смысл принимать более сильные ингибиторы? И вот в данном метаанализе рандомизированных исследований показано, что монотерапия более сильными антиагрегантами для вторичной профилактики значительно снижает риск атеротромботических событий. По сравнению с монотерапией аспирином, при этом риск кровотечений больших существенно не возрастал. И, кстати говоря, аналогичное исследование было представлено на недавнем Европейском конгрессе кардиологов. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями нередко лечатся избыточно с использованием многих часто необоснованных препаратов. Вы хорошо это знаете. Тут и препараты, которые так называемые улучшают питание миокарда и препараты, которые назначили неврологи для улучшения метаболизма головного мозга и так далее. Одним из методов повышения приверженности пациентов к лечению является политаблет, куда входит несколько препаратов. Но в данном исследовании политаблетка с аспирином, ромеприлом и аторвостатином после инфаркта миокарда привела к заметному снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с обычным лечением. Еще одно исследование при вазоспастической стенокардии, которое показало, что нитраты увеличивают риск острых коронарных синдромов. Надо сказать, что и раньше подобные исследования в отношении нитратов также были, что заставляет сдержанно относиться к использованию этих препаратов. То есть у нас, по сути, остаются только антагонисты кальция. Как лечить необструктивную коронарную болезнь? Пока у нас мало надежных исследований в отношении этой группы заболеваний. И вот здесь вы видите, что врачи, американские кардиологи по-разному лечат, то есть разброс выбора тех или иных препаратов антиангенальных, антиагрегантов, статинов, весьма-весьма варьирует. Важнейшим направлением лечения коронарной болезни является коррекция уровня холестерина, дислепидемии. И здесь вы видите, что достижение целевых уровней по рекомендациям 2016 года, и тем более по рекомендациям европейским 2019 года далека-далека до оптимальной. Причем это касается использования разных вариантов гиполепидемической терапии. И такое несоответствие между клиническими рекомендациями и практикой не только у нас, но и, видите, в развитых европейских странах тоже имеет место быть. Проблемой остается приверженность к лепицнижающей терапии, во многом связанная с преувеличенной оценкой побочных эффектов. Ну вот хорошо известно опасения пациентов в связи с поражением печени статинами. И, конечно, стратегии, направленные на улучшение приверженности к лечению, могут существенно снизить сердечно-сосудистые риски. В этом плане может помочь периодическое тестирование холестерина липопродоидов в низкой плотности. Когда уже беседуешь с пациентом, указываешь на конкретные величины показателя, объясняешь риски, которые несет за собой сохранение высокого уровня холестерина липопродоидов низкой плотности, что, соответственно, снижает смертность. И таким образом удается нередко повысить приверженность пациентов к лечению. Вместе с тем, даже в тех случаях, когда приверженность высокая, далеко не всегда удается добиться целевых уровней холестерина липопродоидов низкой плотности. Ну, вы знаете, что мы должны снизить не менее чем на 50% от исходного и добиваясь уровня менее 1,4 ммл. Сдержанным фактором являются, тем не менее, побочные эффекты статинов, проблема, которая неоднократно была показана в наблюдательных исследованиях, что прием статинов ассоциируется с повышением риска внутримозговых кровоизлияний. И в данном случае показаны на основании генетических исследований, что фактором риска внутримозговых кровоизлияний может быть снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности. Какой вариант выбрать, добиваясь низкого уровня холестерина липопротеина в низкой плотности? Высокую дозу статинов или умеренную дозу с азитимибом? Ну вот очевидно, что и данное исследование показывает, что предпочтительнее все-таки является комбинированное лечение. Ну вот в данном рандомизированном исследовании вы видите, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями сочетание статинов умеренной интенсивности с азитимибом не уступало монотерапии статинами по сердечно-сосудистым рискам и в то же время позволяло чаще достигать целевого уровня и сопровождалось меньшим числом непереносимости препарата, что очень важно в плане приверженности к лечению. Важно подчеркнуть, что комбинированная терапия более эффективна у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, что является в общем закономерной. Когда мы говорим о коморбидных состояниях, нередко обсуждался вопрос об кардиопротективном эффекте аллопуринола, показывалось, что пациенты на аллопуриноле с коронарной болезнью лучше ходят, например, и в некоторых наблюдательных исследованиях даже снижался сердечно-сосудистый риск. Но вместе с тем, конечно, все ждали рандомизированного исследования. И вот, наконец, оно было проведено у пожилых пациентов с коронарной болезнью без подагры. Наряду с обычным лечением коронарной болезни давали аллопуринол. Ну и вот результаты были разочаровывающими. То есть сам аллопуринол на прогноз на риски сердечно-сосудистых событий не повлиял существенно. Так бывает нередко. Не всегда наблюдательные исследования подтверждаются выводами рандомизированных исследований. Это мы тоже хорошо знаем, да, что вакцинация против гриппа заметно снижает сердечно-сосудистые риски, особенно у пациентов после недавнего острого коронарного синдрома. И вот ревоскулиризация. Конечно, много продолжает обсуждаться исследование из химии, помните, которое показало, что ревоскулиризация у пациентов со стабильной коронарной болезнью не улучшает существенно прогноз. Ученые пытаются понять, а почему, собственно, не получилось. Хотя вроде открыли до коронарной артерии, и по идее прогноз должен быть лучше, но нет. Почему? Ну вот одно из исследований здесь показывает, что в из химии отбирали пациентов более низкого риска, а в реальной жизни на ревоскулиризацию идут пациенты с повышенным сердечно-сосудистым риском. Ну и, соответственно, чем выше риск, тем более эффективна ревоскулиризация. И это надо учитывать при отборе пациентов для ревоскулиризации. Ну вот здесь также показано, что чем больше зона ишемии, тем более эффективна ревоскулиризация. И вот это тоже очень важный вопрос. Мы знаем, что при коронарной болезни с выраженной сердечной недостаточностью и низкой фракцией выброса предпочтение следует отдавать коронарному шунтированию. Вместе с тем в ряде исследований показывалось, что и может быть и через кожное коронарное вмешательство также быть эффективным. Тем более, что более современные технологии были введены, которые улучшают эффективность лечения. Рандомизированные исследования только что опубликованы в New England Journal of Medicine. И, к сожалению, через кожное коронарное вмешательство при ишемической кардиомиопатии не снизило смертность или госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Таким образом, основным методом лечения данной группы пациентов остается коронарное шунтирование. А проводить или не проводить функциональный тест после через кожного коронарного вмешательства, большого улучшения прогноза в данном случае мы не увидели. Вот еще один пример моих пациентов. Мужчина 51 года приехал на консультацию из Усть-Кута. У него была типичная и выраженная коронарная болезнь с астанокардией, с не очень быстрым эффектом нитроглицерина. Буквально он там 50 метров проходил и останавливался. Каждую ночь у него были приступы. При этом ситуация развалась очень быстро. Летом он выполнял тяжелые нагрузки безо всяких проблем. А вот в сентябре уже вынужден был обратиться в наш кардиоритмологический центр. Поскольку ситуация была тревожной, и в Усть-Куте с кардиологической помощью есть определенные сложности, было предложено провести ревоскулиризацию. Связались мы с первой городской больницей. Коллеги пошли навстречу и быстро приняли пациенты. Выявили стену с выгибающей артерией 90% и провели стентирование. Пациент благополучно уехал домой с хорошим клиническим эффектом. Вы видите здесь рекомендации, которые дали врачи при выписке из стационара. То есть рекомендовано было принимать текагрилор 92 раза в течение года, вместе с аспириной. И обратите внимание, что врачи оценивали риск даже кровотечения по шкале Пресайс-Даб. Однако в мае этого года появилась боль в пояснице, гематурия, что было связано с мочекаменной болезнью. Терапевт прописал соответствующее лечение с эффектом. Боль стала меньше, светлее стала моча. И порекомендовал уменьшить дозу текагрилора с 90 до 60 мг и отменить аспирин. Насколько оправдано такое лечение? Ну вот здесь мы видим, что в целом да, такое лечение приемлемо. Поскольку имеется высокий риск кровотечений, то можно через 1-3 месяца комбинированную терапию отменить. И оставить один препарат, в данном случае текагрилор. Вместе с тем, очень тяжелая коронарная болезнь. И в общем-то атеросклероз коронарный остался. И риски обострения заболевания остались. Они попросили совета. Было предложено попробовать другой вариант лечения. Оставить 2 антиагреганта аспирин и перейти на более мягкий и менее опасный в плане кровотечений клапидогрилл. Ну и многочисленные исследования показывают, что мы действительно можем двойную антиагрегантную терапию после стентирования сократить до 1-3 месяцев, не рискуя обострением коронарной болезни и при этом существенно снижая риск кровотечений. Вот метаанализ тоже самое говорит. Это исследование также подтверждает рекомендации. А вот после коронарного шунтирования двойная антиагрегантная терапия мало что дает. При том, что риск кровотечений, соответственно, повышается. Ну и вот сегодня мы с Галей до лекции ездили по Братску. Смотрели Братское уличное искусство. Ну вот здесь вы видите, да, на таком здании, после обгоревшем, уже разрушенном, такая фраза. «Пока нам сносят крышу, смотрю из кухни на звезды, молюсь, хоть и не верю, другого не осталось». Так видит Григорий Шаров. В фестивале участвовали художники из Иркутска, из других городов России. Ну вот здесь вы видите композицию, что внутри, в разных чашках, по-разному отражается окружающий мир. Ну вот здесь вот трансформаторные будочки, композиция «Волны». И также художники воспроизводят зарубежные работы. Работа французской художницы. Такая же вот работа есть в Париже. Ну и вот это только что созданная работа французского художника Белла Берени, который вот в 13-м году в возрасте 23-х лет погиб от уличных бандитов. Ну это я возвращался с российского кардиологического конгресса в Казани. Через Москву мы летели, и вот видите, Останкинская телебашня пробилась через облака. Спасибо вам за внимание.